То есть те медикаменты, которые у нас на сегодняшний день есть, мы их практически не используем для стационарного лечения и резервов, а те деньги, которые заложены на приобретение медикаментов, там часть есть предметов медичного призначения, медикаментов практически нет. Медикаменты это то, что мы закладываем. Вот только на первую и вторую категорию у нас заложено порядка 800 тысяч. Не говоря о том, что есть пожизненные показания. Я просто хотел, чтобы с экрана телевизора вы не слышали, потому что у меня есть очень много обращений, и вы знаете, но не связывается ли у нас близко. Скажите конкретно, я на категории, я на категории, я на частнике вы. Скажите, будете поставляться инсулин, в каком количестве и каких обеспечений будут у вас? Значит, ответ начальника областного управления здравоохранения в отношении инсулина. Инсулина у нас обеспечивают на 20%, 20% это январь, февраль и сергина марта месяц. Мы обеспечиваем. В конце феврара месяца будет стоять опрос, будет постановление комитета министра, то ли инсулин будет закупаться за счет государственного бюджета, субвенций, то ли инсулин будет закупаться, как и все остальные бюджетные, за счет местного бюджета. И вот в том, что за счет местного бюджета, если инсулина, я понял, почему я задаю этот вопрос, если только инсулина дадут местным бюджетам, инсулина закопают, похоронят. Поэтому за счет местных бюджетов, если в городе этот вопрос еще может как-то, в городе Юр, там может звучать, то в других районах этого вопроса разлучать не могут. Поэтому в отношении инсулинов, да, принимается решение сейчас, в отношении закупки на уровне МСМР, то есть на уровне Министерства. Хорошо. Роман, скажите, в марта месяца наши люди будут дать. Роман Васильевич, еще такой вот вопрос. А вот вы, если деньги вложены при запрещении медикаментов для полиплиники нашего, потому что обращаются люди с различных отделений, говорят, не хватает медикаментов. Никогда не будет хватать медикаментов, ни в одном из государственного мира не заложены, медикаменты не покупаются за счет государственного или местного бюджета. Ни в одном из государственного мира за исключением тех затрат, которые возложены на страховые компании. В отношении полиплиники, вот это вот большая сумма из озвученных, это благотворно-полиплиническая служба, это прожительные показания, это первая-вторая категория. То есть на стационарную помощь, наказание медикаментов для оказания стационарной помощи, там только для оказания ургентной медицинской помощи. Роман Васильевич, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, сегодня судбенция государственная, сегодня медицина финансируется за государственную бюджет. Государственный бюджет, они, как везде говорят, на всех уровнях, государство сегодня полностью, на 100% обеспечило медицину из бюджета. За счет этого сегодня идет реформирование административной реформы, и все говорят, министры, премьер-министры, все говорят, что у нас там на сколько-то миллиардов увеличился местный бюджет на развитие инфраструктуры города. Никто, никогда не скажет, что эти деньги даются на образование медицины, потому что государство обеспечило медицину и образование масштаба государства. Мы сегодня финансируем дополнительно 2, более 2 миллионов. Дополнительно. Как живет медицина в других городах, которые не получают с бюджета дотации? Никак она не живет с бюджета. Почему? Потому что каждый год, в том числе с этого года, и в этом году дотации получатся в основном бюджете. Но пока вопрос так не стоит. Стоит вопрос. Дотации не получатся в основном бюджете. У нас, если бы не дали вместо бюджета, у нас бы ни одной копейки, у нас не было бы ни на те проблемы, которые я озвучил. Ни на диабет, начиная сапрелепестность. Ну, диабет как диабет. Я говорю, типа, по жизненным показаниям, на которые у нас приятство просто будут, миллион двести было подразделено в миллион. Если бы не было этих денег, то ни инвалиды, ни участники, ни дети, и никто не получил бы эти медикаменты. У нас сумма бюджета такая же, как бюджет прошлого года. Так, да? Правильно? Да. Но мы не говорим о том, что на 240% подорожали медикаменты, мы не говорим о том, что подорожали 200% продуктов питания и так далее. Заработная плата не изменилась. Заработная, когда так гомониченская, так и осталась. Она не повешала. Роман, это вопрос, это не в местной власти, это вопрос государства. Уставство обеспечивает медицину. Понимаете? Мы должны правильно акцентовать. Мы должны и в городе Юрном, и все города, все уровни местного управления должны прекрасно понимать о том, что государство в 2015 году взяло на себя полностью обеспечение медицины и образования. Если раньше финансирование было все с местного бюджета, сегодня с местного бюджета, эти деньги, ну скажем так, финансируют. Мы не платим, финансируют государство. Так как прокуратуру, так как милицию, медицину, образование и так далее. Все то, что мы даем с местного бюджета, это уже есть возможность, даем. Не будет возможность, не будем давать. Понимаете? В Одессу приезжал министр здравоохранения, и он поставил нас известность в том, что это удовольствие финансирование государственного бюджета в феврале месяце на сессии Верховной Рады будет передано в Мистеремогенном Сумуку. А как бы то, что с нас сняли 10% подоходного налога? Понимаете? А как бы с ним, Николаевич, о том, что на медикаменты у нас по 40% это будет является меньше средств, а медикаменты продолжают на 340%? Хорошо, присаживайся. Еще вопросы к Людмиле Владимировне? Нету? Присаживайся.